Всем доброе, но дождливое утро, друзья. У нас на часах 12 июня, 6 утра, я уже заговариваюсь. Вот, еду в бассейн, потому что мне в прошлый раз, когда я прошлую субботу ездила, мне очень понравилось, когда я так рано приехала в бассейн, поплавала, вот сразу, значит, сделала тренировочку, причём такую интенсивную, о многом подумала, много поняла, вот, и сейчас я планирую сделать то же самое. На начале я зайду за чайком, я уже так давно не пила ничего в заведениях, вот, потому что постоянно работаешь, постоянно берёшь что-то с собой, и, в принципе, сам не хочешь деньги тратить особо. Вот, поэтому сейчас иду за чаем в бассейн, потом у меня ещё весь день работы. Как говорится, хочешь хорошо жить, нужно и потрудиться. Погнали! Погодка пасмурная. И так будет до четверга. Кстати, сегодня же ещё 12 июня, я хочу всех поздравить с Днём России, с Днём нашей любимой, дорогой страны. Вот, всех поздравляю, поэтому сегодня день будет непредсказуемым максимально, потому что мы должны будем встретиться с Аленой, куда-то пойти, возможно, пофотографироваться. Надеюсь, что вы не сильно слушаете это, это ворона. Вот, так что сегодня день будет максимально непредсказуемым, даже план дня вам не могу рассказать. Но, как говорится, посмотрим, что будет. Я уже взяла чай и сейчас направляюсь уже в ветро, потому что я обычно всегда утром пью чаёк, а потом уже иду в бассейн. Вообще сегодня очень максимально странно это всё было, потому что я прихожу, говорю, можно мне мачо на миндальном? Я обычно всё пью на миндальном, миндального нет. Хм, ладно, давайте на сойлу. Хорошо, говорю, с сахарозаменителем. Сахарозаменителя нет, я такая, господи, серьёзно? Ну ладно, нет, потом оказалось бы, что у них есть сахарозаменитель, вот, поэтому было всё нормально. А вообще у нас сейчас настолько влажно, у меня такое чувство, как будто я на море. Мне кажется, эта погода решила сделать так, что, ну, не можете поехать на море, вот вам высокая влажность, поэтому мои волосы оставляют желать лучшего. Ну что, поехали с вами в бассейн, после бассейна уже вам засниму, что буду делать дома и вообще весь этот день. Блин, ребят, какой это кайф. Вот сейчас вышел из бассейна, я так рада, что у меня теперь есть такая привычка каждую субботу ходить с утра в бассейн, вот, и потом уже заниматься своими делами, так что сейчас я еду домой завтракать, работать. У меня пришло такое огромное количество различных идей, конечно же, я их все записала, вот, потому что невозможно всё держать в голове, я, в принципе, не люблю всё держать в голове, поэтому я это всё записала, заметки, и потом это всё распределю. Так что теперь идем домой завтракать, работать. Кстати, вечером еще сегодня футбол, да, у нас первая игра с Бельгии, по-моему, вот, так что будем смотреть, будет он в 10 часов. Что? Начнём. У нас наконец-то приняло солнышко, господи, я в это не верю, посмотрите, посмотрите. Я просто так радуюсь, так радуюсь, потому что у нас несколько дней не было солнца, то есть у нас постоянно шёл дождь, а сейчас хотя бы не идёт дождь и солнышко, посмотрите. Господи, как здорово, наконец-то солнце. Ну, конечно, ещё на камере не видно, но сейчас видно, что хотя бы светло. Ура! Ну что, теперь я уже иду домой, вот, я просто вышла из метро, увидела солнце, и решила, что надо бы это запечатлить в элемент, потому что тут давно не было. Но он теперь под нами работает. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что вы думаете? Я сейчас сижу, ещё работаю. Вот сейчас буду выкладывать пост про День России, про его историю. Вот, пост очень клёвый, так что обязательно почитайте в моём Инстаграме. Ссылочку на Инстаграм я оставлю внизу в описании, пожалуйста, подписывайтесь. Вот, просто кучу всего делаю, потому что я сейчас делаю курс для одного предпринимателя, можно так сказать, бизнесмена, и просто такого ещё ни у кого нет. Я как бы просмотрела огромное количество курсов, у всех они однотипные, там многие курсы, потом огромное количество Excel, потом окей, домашние задания, всякие там тарифы и так далее. Я придумала кое-что поинтереснее, такого ещё не было, поэтому посмотрим, посмотрим. Главное мне это всё сейчас организовать, то есть сделать сайт, организовать платформу, сделать кое-что новенькое. Вот, потом попозже вам расскажу, что я там сделала. И дальше работать. День России отмечаем, работаем. Но вечером-вечером футбол. Такая прекрасная, замечательная погода. Сейчас я решила, что я съезжу в центр, посмотрю, что там, как там идёт праздник, День России. Вот, поэтому я вас приглашаю со мной. У нас, наконец-то, тепло и хорошо. Я уже приехала в центр Москвы. Сейчас мы решили, что мы встретимся с Алёной. Вот, и с ней пойдём погуляем. Правда, жалко, что она может только до 6 часов. Но ничего страшного. Вот сейчас мы погуляем по центру, идём фотографироваться. Потом дальше ещё футбол вечером нужно не забыть. В общем, мы сейчас с Алёной Евгеньевной. Вот она. Мы приехали на Красную площадь и думали сходить на Красную площадь. В кадр, в кадр. Думали сходить на Красную площадь, но она закрыта. Смотрите, тут, в общем, сейчас покажу. Ну вот как это так? Вроде же День России. Нужно быть на Красной площади. А тут вот. Печаль, беда. Но мы направляемся в Александровский сад. Это, кстати, Жуков. Всё, пойдём. У людей много. Много. Такая красота у нас в Александровском саду. Там, кстати, если пройти по мосту, там будет Соборная площадь. Единственный вопрос, который у нас возник. Вот, Солёный. Она сейчас сфотографируется. У нас возник вопрос, что вот это за цветы. Вот такие вот цветы растут у меня дома. Вот. Я назвала их домашние. Но как они называются в реале, я не знаю. Вот, смотрите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они называются. Можно ещё вот эти тоже назвать. Вот красный, белый. Вот только как-нибудь по-нормальному. Блин, как круто. КОНЕРВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас иду я в Александровский сад И тут вообще столько людей, очень много людей У нас на самом деле в Москве вводят новые ограничения Потому что у нас ходит большое количество заболевших Сейчас прочитала, что там вроде с 13 до 30 июня у нас с 11 часов до 10 часов вечера до 6 часов утра Будут закрыты заведения, кафе, рестораны и так далее Так что, и как тоже случается там весь режим Ну, посмотрим Но людей реально много, смотрите Музыка 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 На самом деле это я просто уже решила вернуться в Александровский сад Вот, немножечко тут поснимать И потом пойду пить чай и делать кайсики с аминейской Вот, а потом я вообще решила, что я съезжу еще за шампунем Потому что от моего шампуня у меня волосы просто шутенятся Короче, что я хочу сказать Что я хочу сказать Я пришла сейчас, вот, хлеб насущный Я заказала одно, один кофе И жду его уже полчаса О, принесли Поход в кафе сейчас не особо остался Я сейчас еще три раза пыталась оплатить чек Но, слава богу, все обошлось Все оплатила Вот, сейчас я еду за шампунем Вот, хочу купить новую попробовать Посоветовала мне тут девочка Ее зовут Бон И скорее Я вам уже, кстати, про нее рассказывала Вот, попробую Потому что от того шампуня у меня жирнится голова Попробуем новый Ну, что, я сейчас пришла первый раз в Кунцево-Плаза В общем, оно так выглядит Такое чувство, как будто я приехала к себе в родной город Брянск Вот И у нас Тут вообще не ощущается, что это Москва Смотрите Так вот, значит, выглядит этот район Вот это, собственно, Кунцево-Плаза Ну, что, ребят Я уже дома и даже уже поела Вот, жду футбол Потому что он будет уже через полчаса И хочу вам показать, какой шампунь я купила Вот, шампунь называется Спаклин Так вот он выглядит Посоветовала мне его моя знакомая из Кореи Потому что это корейская фирма И попробуем, как говорится Вот сейчас вот пойду голову помою И после длительного использования я вам расскажу Как вообще, какой у него эффект Вот Так что остается мне только смотреть футбол И все Всем спасибо большое за внимание Подписывайтесь на канал, если вам понравилось На этом канале выходят как и влоги Так и различные видео про образование Все, всем пока В общем, ребят, ситуация с футболом такая Зашла на сайт, решила посмотреть А сайт не работает Зашла в приложение Приложение не работает С днем России, друзья Мы сегодня с вами посмотрели матч Россия-Бельгия, конечно же Никто, у кого нет телевизора Не может посмотреть матч Спасибо, телеканал Россия, вы лучшие В итоге, когда у нас заканчивается уже первый тайм Я открыла Но не разворачивается Просто посмотрите на это Навожу мышкой Развернуть И ничего Россия-1 Спасибо за прекрасный футбол Защитник, но он в своей карьере не мог